Сцена только для избранных. В Новом Уренгое состоялся окружной танцевальный фестиваль «Кудесы». Масштабная творческая битва проводится раз в два года. Принять участие в ней могут далеко не все желающие. Конкурс собирает только лучшие ансамбли солистов, победителей городских этапов. В этот раз праздник искусства развернулся на сцене Дворца культуры «Октябрь». За победу боролись около 750 танцоров от 7 до 20 лет в самых различных направлениях. Кому достался главный приз, знает моя коллега Анна Долгушина. Передаю ей слово. 750 человек борются за победу на главном танцевальном фестивале «Ямала». Три напряженных дня конкурсных просмотров. Стать лидером непросто. Каждый солист или ансамбль здесь уже давно заявил о себе. Второй конкурсный день начался с классического танца. Как известно, мир балета жесток и требует полной самоотдачи. Воздушность и легкость лишь на сцене. Встать на пуанты еще не успех. Анастасия Винникова занимается хореографией 5 лет. На таком масштабном фестивале в качестве солистки выступает впервые. Волнение не отступает, но программу нужно оттанцевать идеально. Смысл моего танца в том, что у меня заболела куколка, мне ее очень жалко, и я пытаюсь ее вылечить, молюсь за нее. В конкурсе у каждого участника по несколько выступлений. Как в составе дуэта или ансамбля, так и сольные выходы. Программа настолько плотная, что после поклона юные артисты должны сменить сценический образ молниеносно. Кажется, пролетают считанные секунды и вновь объявляют выход. Журналистам в перерывах пообщаться с конкурсантами – возможность редкая и не всегда заканчивается успехом. В классическом танце очень красивые линии тела. Можно показать стопу, шаг, высоко ногу поднять. И в классическом танце должно быть все строго. И это очень красиво. Лучший не значит профессиональный. Сердце ансамбля «Вдохновение» – обычный, но талантливый учащийся средней школы из Ноябрьска. Свои номера с глубоким смыслом репетируют после уроков под руководством увлеченного педагога дополнительного образования. Совместное творчество открывает им путь к успеху. Мы привезли весну, чтобы немножечко поднять настроение, чтобы душа немножко оттаяла. И второй номер, он более серьезный, он называется «Слышу», где показано, что в нашем мире живут люди и глухие, и слышащие. И должны научиться вместе жить. Люди, которые слышат и которые не слышат. И в результате, в конце номера мы добиваемся того, что все едино, все слышат и все общаются нормально. Мы были в бой первый раз. А так-то мы в этом конкурсе уже участвовали. Были лауреатами. Сейчас новый коллектив, коллектив поменялся. У них этот первый опыт именно на окружном конкурсе. Но я в них верю. Только не пустота, я боюсь тебя, подруга. Только не пустота, мы не можем друг без друга. Успех коллектива в слаженности действий каждого участника. Эти девочки мало кого и зрители оставили равнодушными. Сложный современный танец в исполнении двух подруг. Вместе они не только на сцене, но и в жизни. Сидят за одной партой, играют. Выступать в дуэте ответственнее. Ведь маленькая ошибка одного отзовется на общем результате. Судьи внимательны к каждой детали. В жюри ведущие специалисты в области хореографии из города Москвы, из города Тюмени. Это свежий взгляд, это взгляд профессионалов, практикующих профессионалов. Поэтому, наверное, борьба очень жесткая, но справедливая. В течение трех дней конкурсанты со всех городов Ямала представили номера в различных танцевальных направлениях. Классический, народный, эстрадный и современный танец. Гран-при окружного фестиваля досталось Новорингойскому ансамблю «Экспромт». Анна Долгушина, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».